Здарова, народ! Вы на канале ВКрасном, я Андрей. Приехал. Приехал мой Hyperlight Drifter, наконец-то. Я не знаю, я ждал его настолько долго, и потом выйдет, короче, поговорим, где я расскажу, как я его ждал, кто там был замешан. Ди чел, если что, спойлер. Вот, на удивление, посылочка малюсенькая. Мы сейчас её с вами, собственно, будем скрывать. Я не знаю, почему она такая малюсенькая. Вот, короче, сейчас посмотрим, что куда. Ну, собственно, я расскажу о том, как у нас произойдёт конкурс. Сейчас я расскажу, что мы там будем разыгрывать, потому что... Ну, точнее, мы уже, собственно, разыграли. Плюс ко всему, напишу где-нибудь сбоку, там-там, но это потом попозже, кто у нас победил в конкурсе с мануалами. Поэтому сейчас будет интересно. Погнали! Ну чё, народ, погнали! Собственно, как всегда, надеюсь, мы не будем её открывать настолько долго, как это было всегда. Откроем её быстро. Шла она аж из Филадельфии. В общем, мороки было много. Заказывать слими Детран Геймс в Россию очень тяжко. То есть, я ждал её получать сколько? Шесть месяцев. Шесть месяцев, извините меня, достаточно много. Так, вскрываем аккуратненько, как я это обычно делаю. Обычно я делаю плохо. Ну, запаковывают хорошо. Надеюсь, что ничего не повредилось. Собственно, смотрим, что у нас там интересненького. Интересненького. Да, Hyperlight Drift. Так, вот это давайте мы его пока отложим, чтобы не мозолить глазам. Смотрим, что нам Limited Run Games прислали. Чё-то интересненькое. Ну, короче, это какой-то журнальчик, собственно. Журнальчик их личный, судя по всему. Тысяча изменений, друзья, за картинку. Я только сейчас понял, что у меня свет был не очень хорошо включён. Я включен. А, это даже, нет, это не журнальчик. Это такой плакатик неплохой. То есть, прям, вот, красота какая. Ну, в общем, я думаю, что мало кого это здесь особо интересует. Это всё нам прислал Limited Run Games. За что им опять-таки спасибо. Кроме того, что не особо они хотели со мной общаться. Так. Ну да, конфеток тут никаких нет. Вот оно. То, ради чего просто, ну, стоит жить. И это Hyper Light Drifter. Я его обожаю. Наконец-то у меня есть самый настоящий вот такое вот коллекционное здание. Здесь мы можем с вами увидеть, что нас ждёт. Это именно, значит, сама игра на картридже, да, плюс реверсированная обложка. Потом мануал. Два саундтрека, два диска. Брелочек. Какая-то штука непонятная. И постер. В общем, прежде чем, наверное, прежде чем мы будем его вскрывать, я расскажу пару интересных нюансов и моментиков. Вот сюда вот так красиво отложим. И расскажу о том, что же у нас выиграл человек, который первый догадался, о чём будет этот ролик. Итак. Я в своё время делал тоже коллекционное здание Hyper Light Drifter. И вот это вот всё содержимое этой коробочки достанется трофику, который первый догадался. Я думаю, что оставлю где-нибудь картиночку с его именем, никнеймом на YouTube. Итак, что у нас там есть? Это всё самодел, то есть мой личный. Тратил на него время, ресурсы, все дела. Ну давайте, что у нас первое здесь идёт? Я делал CD-диск. То есть он, правда, вот здесь вот такая штука. Вот она. Не получилось, размеры не угадал. Но сам диск. Диск сидюшный. На нём записаны, как ни странно, все треки Hyper Light Drifter. Да, это в каком-то вроде пиратства. Но скажу так. Это был самодел лично для себя. Это как бы не для продажи. То есть я просто спокойно всё человеку отдаю. И снова здравствуйте. Сорян, опять свет сменился. Потому что что-то я посмотрел. Выглядит как-то всё паршивенько. Идём дальше. Что у нас там ещё есть? Ещё есть одна из обложек. Это тоже мы здесь оставим. То, что там было. И, понятное дело, коробочка, да, она немножко разваливается. Уж извините, коробки делать не умею. Я не бывалый гиммер. Теперь, что у нас тут? Тут, опять же-таки, тоже я сделал диск. То есть это как будто бы на PlayStation. Вот, всё минималистично. Что у нас внутри? Во-первых, сам диск. Обязательно. Да, тут, короче, записана пока версия. Да, извините, пиратка. Но сами понимаете, где я возьму лицу. Всё делалось для себя. Тоже у нас двухсторонняя обложка. Но внутри как бы нас встречает красивый пейзаж. А не какая-то там белая штука. Как обычно это бывает в играх PlayStation. Значит, что у нас здесь? Красивый мануальчик. То же самое. Сделан собственноручно. Ну как собственноручно. Не мной разработан. Потому что, как видите, он на английском, во-первых. Я его взял официально и просто распечатал. На красивой, хорошей, глянцевой бумаге. Это у нас вот тоже достается победителю. Ну, короче, всё, что в коробке, то и достается. Карта здесь. Ну, это так, чисто посмотреть. Вот, то есть, можно сказать, что мануал официальный. Просто сделан лично мной. Идём дальше. Дальше у нас карта. Карта на А3. Не знаю, сейчас её разверну. Не разверну, разверну. Вот, она вверх ногами. Не уж извиняйте. Давайте правильно сделаем. И это достается, собственно, человеку, который у нас победил. То есть, вот такая, как бы, пусть и пиратская, но зато сделана лично мной копия для победителя. Вот, здесь у нас, как я уже сказал, мануальчик. Карта. Сидюшник. Ну, и сама игра, разумеется, для ПК. Пиратская, кто хочет. Если он захочет, даже сможет её установить. Всё, мы это дело всё убираем. Коробочку. Оно, собственно, прилетит к победителю. И он будет с этим делать всё, что захочет. Надеюсь, не уничтожит. Иначе мне будет очень обидно. Я всё-таки старался, делал для себя. Но так как теперь у меня, к огромному счастью, есть Hyperlight Drifter, Special Edition, Limited Rana. Ну, считайте, моя мечта исполнилась. И не будем уж особо томить. Погнали распаковывать. Итак, вновь берём в руки ножницы. И аккуратненько вскрываем. На самом деле, я бы этого делать не стал. Потому что, ну, блин, сил-то-то, конечно, наше всё. Тем более Hyperlight Drifter. Но сам Бог велел это сделать. Так надо. Так надо. И, ну, давай, пожалуйста, аккуратненько вскрываем. Рвём эту плёночку. Больше эта игра не стоит столько же, сколько она стоила. Я, на самом деле, безумно рад, что она приехала. Но я думал, коробка и бокс будет побольше. Я вот сколько смотрел всяких зарубежных обзоров, у них вроде всё было реально гораздо больше. Ладно, что есть-то есть, я как бы не жалуюсь. Тем более, это Nintendo Switch-версия. Хотя у них тоже была Nintendo Switch. Не знаю, в чём приколюха. Убираем пакетик подальше отсюда. Коробочка. Коробочку мы уже осмотрели. Давайте посмотрим на внутренности, которые нам обещаны были. Эх. Ну, вскрывайся. Отлично. Ну что, по красоте идём. Так, и вновь мы, собственно, с вами меняем ракурс, потому что я так подумал, ну, надо всё по красоте делать. Так, достаем, что у нас здесь. Не, ну, слушайте, сделано всё-таки красиво. Всё, коробочка пустая, её можно отложить. Брелок. Давайте его посмотрим. Это как раз-таки спутник, который нашему дрифтеру всё время помогает. Ну, как помогает там хилочки, вот это вот всё. Всё, не знаю, помощь от него, как от козла молока. Так, пожалуйста, достанься. Давайте, я не хочу показывать, что там ещё. Но он не достаётся. А, ну, конечно, уже с точным примотом, кто бы сомневался. В общем, короче, этот вот хряк, он летает вместе с дрифтером. Ну, кто играл-то знает, кто играл-то не знает, скорее всего. Ну, собственно, помогает. Вот, брелочек вот такой вот. Конечно же, я не знаю, зачем я его достал, потому что я сильно сомневаюсь, что я буду его куда-либо использовать. Ну, так, ключей у меня особо нет. Вот, я их ношу в кошелёчке. Ну, в общем, такой брелочек миленький. Идём дальше. Что у нас ещё есть? Здесь у нас ещё некая карточка. Сейчас зацениваем, что это карточка. А, кстати, прикольно. Это же... Оба-на! Это типа их алфавит. Вау! Вот это, кстати, прикольно. Действительно прикольно сделано. Просто поглядеть на это. Ладно, идём дальше. Теперь переходим к чуть более интересному. Не знаю, может быть, откуда-нибудь делать сныкать всё, чтобы вы не видели. Ай, ладно. А, там всё равно. Вот, собственно, саундтреки. Я так понимаю, правильно понимаю, правильно понимаю. Красота. Ну, красота. Ну, что, вскрываем? Конечно, вскрываем. Почему бы ни, чем бы ни всё быть запечатанным. В конце концов, мы с вами на этом канале здесь для того, чтобы как бы портить всё самое красивое, делать из него не недорогое, сил превращать в предметы с стоимостью в минус третий процент. Ну, короче, все помнят, что я имею в виду. Эх, с радостью мою предел, если честно. Так давно я ждал, так давно я ждал. Но это, правда, ещё не самое интересное. Ну, вот какая красота, вы глядите, а. Было бы ещё куда вставлять эти сидюшки. Ну, грамотно, грамотно. Ладно, идём дальше. Чё там у нас? Чё там у нас дальше? А дальше у нас обещанная карта. Это же карта? Нет, это не карта, это постер. Зачем мне нужен ваш постер? Дайте мне лучше карты. Карта была бы круче. Во, какая красота, вы посмотрите просто. Не, ну, 10 из 10, я считаю. Огонь, бомба. В общем, такой постер, который, понятное дело, останется в коробочке. Я всё-таки коллекционер, в конце концов. Ну, и самое вкусное, да. Это карта. Что, боже мой, какая это лайт-дрифтер? Я даже не верю, что у меня он, наконец-то, есть. Каррика есть, а там... Ну, что, вскрываем, блин, на самом деле, очень не хочется его вскрывать, потому что, блин, ну, не знаю, ладно, давайте, почему бы, нет. В конце концов, все мы люди с вами. Все мы с вами люди. Ну, давай. Мне кто-то говорил, что там можно за что-то потянуть, но чё-то я не нашёл, за что-то нужно потянуть, поэтому вскрываем ножницы. Ну, типа, блин, на самом деле, раз уж я всё равно коллекционер скрыл, то ничего страшного, что я скрываю просто пакетиками, не знаю. Там, там, что ещё мальчик, как бы, на него тоже надо повредить в хорошем, ну, замечательно. Сегодня, по-моему, все бумажки против меня. Нет, вы смотрите, она просто не скрывается. Сейчас мы используем старые добрые ножницы. Из чего они делают в пакет? Мне вот это интересно. Так, ну, ещё выбрасываем, это же тоже мы выбрасываем. Вот она, мой красавец. Наконец-то у меня есть физическая версия, но это просто, просто бомба. Какой мануал, хороший, слушайте, и карик. Я думал, будет совсем по-другому. Радует, кстати, посмотрите. А, ну это правильно, наш двухсторонний, я совсем забыл. Ну чё, давайте посмотрим, что у нас по мануальчику. Ну, пожалуйста, достанься, я умоляю. Так, мануальчик. Малюсенький, красивенький. Вот так вот оформленный. Не, ну всё по красоте, ей-богу. Тут типа тоже, чё здесь написано? Северный монолит. Ну, кстати, мануал совсем другой, в отличие от того, который, ну, типа официальный. Это интересно. Нет, он всё-таки такой же, как официальный. Да. Но просто с некоторыми дополнениями. А так всё то же самое. Ну, вот такая красота. Карта. Ну ладно, хотя бы здесь есть карты, и на том спасибо. Что там дальше? Тут ещё много страничек. А, ну всё, пошли авторы, даже это они решили оставить. Всё. Красота. Да-ля-пот-та. Ну и двусторонняя обложка, конечно же. Блин, не знаю. Я очень рад. Исполнилась моя мечта. Наконец-то ко мне приехал дрифтер. Ну что, давайте запускать его. Ну что, друзья, достаем картридж. Проверяем, как оно вообще. Ну, картридж сам обыкновенный, неудивительный. Так, у меня здесь другого-то нет. Нет, другого нет. Отлично. Вставляем, смотрим, проверяем. Угу. Спасибо. Замечательно. Вот, теперь заработало. Не, ну это супер круто. Я достаточно рад. Достаточно. Почему достаточно? Я безумно рад, потому что наконец-то у меня есть возможность поиграть в Hyper Light Drifter с картриджа. Так, ну что, погнали. Посмотрим, как оно. Блин, это прикольно. Русский язык, понятное дело, есть. В этом ничего удивительного нет. Даже в японской версии, которая у меня на PlayStation 4. Игрульку мы продумали. Кстати, смотрите, подтянул сохранение. У меня же есть, получается, цифровая копия дрифтера. Да, в натуре, смотрите, подтянул сохранение. Не, ну это, конечно, огненно просто. Ну, мечта сбылась. Я очень доволен. Всем советую обязательно поиграть в Hyper Light Drifter. Прям вообще безоговорочно, чуваки. Это просто игра на 10 из 10. Прям обязательно. Итак, друзья, последнее. Остался конкурс. Трофик у нас побеждает и получает, получается, мое коллекционное издание, которое, собственно, ручно было сделано. И последнее, это мануалы. К сожалению, участвовал у нас всего, можно сказать, один человек, потому что только он сделал репост. Сейчас вы где-нибудь вот здесь, наверное, увидите, кто победитель. Я с ним свяжусь, напишу ему. И, собственно, он получает вообще один мануал. Но я решил, что буду добрым. И он получит два мануала на выбор, которые захочет. Я их отправляю. И, собственно, на этом все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok